Друзья, добро пожаловать в мой влог. Вы просили меня снимать почаще, куда мы ходим в выходные. Вот, исполняю вашу просьбу. Я, честно говоря, думала, что это особо неинтересно, кто там что поел, куда сходил, так как не несет никакой глобальной нагрузки, но влоги чаще снимаются для настроения. Сегодня воскресенье, погода у нас отличная. Жарко, жарко на солнышке, но вот вечера прохладные. Знаете, июнь, московский июнь, самый промоконный. Моя любимая пора, которая здесь очень быстро закончится. Фон, почему такой фон? Вообще мы сидим на красивой веранде, но фон, выбрали уголочек поспокойнее, потому что как раз-таки подгадали обеденный сон ребенка. Вот ближе к двум, сами приехали на обед. Все, наш мальчик теперь просыпается в 6 утра. Перешел на летнее время. Я бы уже легла спать, если честно. Наверное, буду с ним ложиться в 7 вечера в ближайшем будущем. Поздравляю, да, поздравляю вас с праздником. Не знаю, когда будет этот влог, но я поздравляю вас со светлым праздником Пасхи, кто празднует. Узнаю мира вашему дому, здоровья и счастья, благополучия. Денежек. Не знаю, место ли вы религиозный праздник, желать денежек, но мне кажется, что без денег не бывает счастья. Но и счастье не в деньгах в то же время. Очень голодная. Голодная как волк. Вот Миша уже уступил практически. Но здесь, когда он начинает двигать стулья, он начинает как-то вот ему не нравится. Ему нравится белый шум, нравится голоса, пул голосов, но ему не нравится, когда двигают стульями. Здесь такая модная публика, и сюда вот, знаете, не придешь в тренировочном костюме, придешь, конечно, но вот будешь как-то выделяться. И поэтому я сегодня вот откопала свою шелковую блузку. Она мне, правда, вот куда-то уехала назад. Шелковую блузку надела красивые сережки. Сейчас придет еда, и я вам покажу, что мы заказали. Я заказала суши готовые. Летом суши есть не буду. Не страшно. Все-таки у нас очень жарко и очень быстро все портится. Оставить салат на столешнице и он моментально испортится у нас летом. Поэтому я не отвожусь. Летом есть суши. Но вот готовые суши сейчас можно отведать. Я думаю, вы знаете этот лайфхак. Ой, какая у нас пыльная терраса. Дождь разве был? Да, был дождь уже недавно, точно. У нас пыльные дожди просто идут. Это вытирая-не вытирая, но моментально все пылится. Чтобы сумка была более стильной, ее можно обмотать шарфиком каким-нибудь таким. Шелковым я бы не стала, потому что шелк жалко. Это все на выброс сразу пойдет, потому что руки руки пачкаются быстро. Чтобы сумка была стильная, можно обмотать каким-нибудь шарфиком красивым. Вообще, это, конечно, сделано до того, изначально было придумано, чтобы ручки сумки не загорали. Вот я знаю, что Луи Вьетон меняют цвет от рук бежевые сумки, поэтому их обматывали. Ну, эта ручка не загорает, но все равно, мне кажется, смотрится прикольно. Правда, надо ее перемотать. Она вот у меня уже, видите, вся размоталась, размоталась, и некрасиво, некрасиво концы сейчас смотрятся. Надо ее переделать немножечко. Я долго не могла решить, что заказать, и пока думала, в общем, заказала суп куриный. Крем-суп куриный. Смотрите, место называется Outlunch. И что мне здесь не нравится? То, что вот они приносят суп, и они ничего не дают, никаких закусок. Обычно дают какой-то маленький комплимент. Хлеб, например, маленькие булочки с оливковым маслом, или торшу с оленем. То есть что-то должно быть... Везде есть, у них вот почему-то нет. Мне кажется, это не допущение. Упущение, точнее. Мы попросили, и нам принесли. Ну, короче говоря, они просто забыли. Бывают. Хотя они забывают, мне кажется, всегда. Им нужно... Они могут васаби забыть. Еда вкусная, но когда персонал косячит немножечко, порчатся впечатления в любом случае. Так краснеет ребенок теперь в коляске, моментально просто. Хотя я его легко одеваю, я его не кутаю. В общем, не знаю, что делать. Носки снимаю. Теперь приходится ножки его мазать кремом. Они у него немножечко покраснели. Вот, обязательно нужно мазать все с защитным кремом. Так, что у нас здесь? Товух, ну, курица, на подушке авокадо, салат и картошка очень вкусная. Вот я люблю такую картошку. Какая там стадия у меня разложения. Я жду заказ. Я думаю, что это суши, что они мне не несут мои суши. Он мне может сказать, это ты заказала их? Я говорю, нет. Мне почему-то показалось, что он мне их заказал. Но я вспомнила, что и он мне их не заказал. То есть у меня уже просто вот уже все. Вот уже все, девочки. С этим надо что-то делать. Здесь пришла компания. Они так пахнут черной орхидеей. Так я люблю ее вдыхать на людях, но так я ее не люблю на себе. Красивый аромат. А у меня сегодня клоя классический. Очень вкусно пахнет. у мужа ганимет. Ганимет все-таки мужской. Хороший аромат, но мужской. Редко здесь делают хлеб с маком. С маком очень вкусно. Я обожаю мак в выпечке. Люблю, когда много, знаете, начинка такая сладкая из мака. Надо, кстати, будет как-нибудь испечь. у меня суши с лососем и с крем-сыром. Я обожаю крем-сыр. Почему-то апельсин. Но турки любят чудить из тоевого соуса такой вазочки. Еще заказала себе коктейль Чорчилль. Чорчилль, это, по-моему, очень кислый коктейль с солью. Люблю его. Да, здесь соль, лимон и газировка. Сделай сам. Очень бодрит. Мне нравится. И пенится, смотрите, как. Это очень кисло. Это было очень кисло. И, знаете, вместо кофе такая бомба лимонная. Очень хорошо идет. Опять у меня какой-то вот заложенный нос. Я вот, вроде бы, не болею, но вот этот адовый вирус, он меня подкосил. И соли мне хотелось бы побольше. А знаете, это для чего хорошо работает? Для снижения давления. Склеили Мишинсон. Второй раз уснул минут через 15. Укачали его, ушатали. Значит, будет сегодня у него часа два, наверное, дневного сна. Это неплохо. Смотрите, какой милый переулок. Обожаю такие зеленые. Зеленые дворики очень-очень внимательно нужно быть здесь. На дорогах очень сумасшедшие водители и надеяться на то, что там они будут аккуратны, это бесполезно. Здесь ответственность большая лежит тоже на пешеходе, потому что они не считают, что пешеход прав. Места нет. Места нет нигде. Людям не хватает места. Что у нас тут после землетрясения? Ну, я уже показывала, здесь все хорошо. Хотя, знаете, может выглядеть, как все хорошо, а на самом деле там непонятно, что с колоннами в подвале. Милая кофейня, я не знаю, что тут за кофе, никого нет. Да, мы не можем сесть в машину и поехать, потому что ребенок спит. Поэтому пойдем пешком. Мне не проблема, но у меня муж любитель ездить на машине в соседний подъезд. я понимаю, привыкаюсь уже, уже неохота никуда идти. Так, мы были здесь. У меня веранда очень милая у них, но я все-таки Фрэнс люблю больше. Неплохая еда, вкусная, но я больше люблю Фрэнс. Я все еще хочу себе что-то купить к лету и не знаю, что. Что придумать, что купить, чем себя порадовать. Парфюм, платье, босоножки. Рамазан на чазу, да? Да, Рамазан. Поручит, тут маселазм. А что? Тут маселазм, а витаман. Что сказать? Не знаю, хорошо это или плохо. Меня вот пытаются всегда убедить, сейчас я на... Меня всегда пытаются убедить, что Турция это исламская страна. В Турции 90% населения исповедует ислам, но Турция не исламская страна. Исламская страна это та страна, которая живет по законам шариата, а не по законам конституции. Поэтому здесь, что здесь? Кто как хочет, то так и живет, соблюдая законы. этот магазин поэм. Здесь молодежная одежда очень-очень недорогая. Мне кроссовки понравились. Дольщик габан. Либо без надписей, они тяжелые. Но они, по-моему, не к этому магазину относятся, просто отдельно продают. Классно, классно. Всего 215 лет. 200 лет. Очень дешево на самом деле. Эти классные мне нахлопы. Мне понравилось это платье. Красивое. Ну, синтетика. В нем спаришься. Синтетика самая настоящая. 250. На улице Газипаша тут полно всяких таких мелких бутиков. Но в этих бутиках у них лекала очень такие мелкие, некрупные. На очень, ну, не на очень, но на таких миниатюрных девочек все шьет. Мы ищем Аутлет, но мы по-моему не в этом переулке он находится. Аутлет я вам как-то кстати показываю. Вот это здание, что у меня батарейка что-то садится. Норщелд. Они срезали колонны. И Гагарин, космонавт Гагарин тоже срезали колонны. Они продолжают работать. Ну, я не знаю, было такое письмо у нас ходило в пабликах, что колонны подрезаны. Видите, здесь очень мало народу в итоге. А здесь вообще никого нет. То есть публичность как-то публичное наказание. Вот они, видите, сворачиваются. Колонн тут тоже нет. Только посмотрите, какие хорошенькие, какие сладкие. Миша не ходит, а так бы я ему купила. Сегодня у нас суббота. Я думаю выйти в прямой эфир. Давно не была. Очки я свои не нашла. Мне многие писали, Маша нашла очки. Нет, не нашла. Нет. К сожалению, очки у меня не единственные, но были любимые. И очень жалко. Очень, знаете, неприятно. Вот я сижу в той беседке. Вот в той беседке. Сейчас просто там занято. И я тут студент. Много сейчас, у них перерыва. Они в два часа уйдут. И все меня знают здесь. Понимаете, мы здесь постоянно встречаемся одни и те же люди. Ну вот кто-то, может быть, даже видел, что я оставила и забрал себе. Забрал себе, я думаю. Вот. Не то чтобы... Это вещь. Вещь – это просто вещь, знаете. Это всего лишь вещь. Ничего страшного, но иногда вот такое ощущение, как будто кто-то вот к тебе вот в душу ручонками залез, когда твое взял, скажем так. Ну какие-то вот такие странные. Неприятные ощущения. Вот. Это я хотела сказать. Вчера, значит, решила обновиться к весне. Давно я себе ничего не покупала такого весеннего. То беременная, то толстая, то нога в себя не пришла. Нога расплылась. Сейчас вроде бы все более или менее пришло в норму и можно уже начинать наряжаться. Можно в принципе. И думаю, надо зайти на Траньёл и купить себе балетки, что ли, потому что я хожу постоянно в кедах. У меня много кед. Кеды Zara, кеды US Polo. И все они примерно вот из одной серии. Во-первых, они из ткани, они дышат. И очень удобно их стирать в машинке. И они легкие. И вот я их и под платье, и в пире в мир, и куда угодно, в общем. Они же подо все подходят. Белые кеды. Думаю, не перейти ли мне на балетки? Поедем в отпуск. Буду красивая ходить в балетках. И в общем, я зашла посмотреть одни балетки. Они у меня давно лежали в избранном. И я там потерялась просто. Потратила кучу времени. Открыла глаза. Подняла голову точнее. Глаза-то были открыты. Подняла голову, когда уже на часах было почти 12. И пора было ложиться спать. Так, поставлю руку на лавочку, а рука устала. И ничего не выбрала. Ничего не понравилось. В итоге устала, психанула и сказала, не хочу ничего. Вот сейчас я вам вставлю картинки балеток. И вы мне скажите, какой цвет мне выбрать? Какой такой более-менее универсальный? Хочется очень яркого, чего-то, сочного. Хочется, знаете, прочувствовать эту весну. Хочется купить новый парфюм. Мало же других, да, парфюмов. Я заметила, что у меня многие парфюмы, они больше такие зимние, осенние, тяжелые. Вот сейчас уже хочется чем-то поливаться, знаете, а-ля поливашка. Вот такие вот. Хотела с вами, значит, поделиться своим наблюдением. Недавно меня чуть не задавила машина с коляской. Это было возле торгового центра, скажем так, пешеходная зона. Откуда-то вот он выскочил, выскочил из каких-то вот между зданиями, знаете, выскочил. Торговый центр, несколько зданий. И вот он между зданиями как-то вот с какого-то узкого прохода выскочил и успел остановиться прямо передо мной. Конечно, я испугалась, но потому что это было очень неожиданно. И когда ты идешь в пешеходной зоне, к слову, там не было дороги, там никакой дороги вообще нет. Туда просто вот заезжают машины как хотят и все. И выскакивают как хотят. Там ходят люди, там магазины. Там у нас Медиамарт, по-моему, Икея. Вот кто знает, тот знает. Проход есть небольшой. И, естественно, я испугалась и от страха я его, я не могу сказать, что я обматерила, но оставить это просто так нельзя было. У меня было достигнуто максимальное количество записи. Значит, оставлять это просто так нельзя было. Естественно, я ему так достаточно грубо сказала, что если покупать права, то ты будешь давить людей. Ну, как-то вот по-турецки это звучало, что ты что, права купил, так классно водишь. На что? Вместо, что, извините, ну, как-то, он был неправ. Он был неправ на 100%. Я была неправа в том, что, возможно, мне нужно было лучше смотреть по сторонам, потому что это Турция. А Турция – это страна хаоса. И здесь правила не писаны. Здесь, знаете, машина может на красный свет тебя пропустить, а можно особенно, вот, знаете, буквально еще лет 5 назад можно было стоять по 15 минут на пешеходном переходе и тебя никто не пропустит. Вот это сейчас только более или менее стали пропускать пешеходов, останавливаться, пропускать стариков, инвалидов, женщин с колясками. Сейчас, минуточку. Только сейчас. И вообще, знаете, в Турции хаос на дороге. Такой хаос. Здесь вводят… И в принципе, и турки, они в очередях такие. Здесь кто первый встал, того и тапки. Они друг друга обгоняют. И в очереди, когда стоишь, вот, знаете, только глаз да глаз нужен. Вперед тебя перебегают. Ну, вот они такие. Вот шустрые, шустрая нация. Шустрая – это минус. Такой, ну, для меня это был минус, потому что мы люди из постсоветского пространства, мы любим очереди. Мы встанем в очереди и стоим. Мы терпеливо будем ждать, когда придет наша очередь. привычка такая, знаете, вот. Я дитя дефицита, я видела и дефицит, и отсутствие товаров в магазинах. Я это помню. Я была маленькая, но я это очень хорошо помню, когда мы с мамой ждали, когда выбросили колбасу. Ее выбрасывали. Я видела и в то время, когда появились смартфоны. В общем, я успела застать все. Но турки, они тоже видели дефицит. Ну, по-моему, этот дефицит был во всех развивающихся странах. Но они в очередях не стоят. И я вот что думаю. Если Турцию упорядочить, застаивать их жить, например, как немцы, что-то сломается. Мне кажется, что они вот в этом хаосе видят какой-то свой порядок и могут вполне себе слаженно существовать. Мужичок идет, шатается. Местные пьяницы здесь входят периодически. Знаете, здесь это если есть пьяницы, они в основном где-то прячутся. прячутся и делают это с заходом солнца. Сейчас Рамазан, он идет, шатается, и это здесь, как сказать, он привлекает повышенное внимание не осуждением, за него переживают. Вот сейчас кто-нибудь его возьмет под руку, отведет домой, пожалеет. здесь вот больше переживает человека, что он упадет, разобьется. Потому что здесь странно, если кто-то валяется. Если кто-то валяется, лежит, обязательно вызовут скорую, скорее всего, вызовут скорую. Это плюс. Я вам просто рассказываю про минусы и уравновешиваю, это плюсами. Так вот, поругалась я с этим мужиком, и вместо того, чтобы извиниться, он мне говорит, начал меня отчитывать, вы знаете, как маленького ребенка, и говорит мне, причем он не старше меня был, может быть, мой ровесник даже, ты должна быть внимательнее, внимательнее будь. У тебя маленький ребенок, и вообще ты с коляской, ты теперь мать, и ты должна быть внимательнее. Я так на него посмотрела и пошла дальше. Думаю, что с тобой, о чем с тобой разговаривать, и зачем самое главное, что это изменит. Вот, друзья, такая история произошла со мной. Все, мой Мишуля, Мишуня уснул, он перед сном начинает кукситься, уснул, в итоге его любимый звук машина-мойка. Я, наверное, пойду в эфир, выеду в прямой.